Сон Сон крайне важен, поскольку во сне происходят различные процессы, которые обеспечивают нормальное функционирование и развитие организма. Обычно бессонница вызывается стрессом и неуравновешенностью, когда психологическое возбуждение переходит в физическое, мешающее человеку заснуть и нормально спать. Вот основные методы лечения бессонницы. Комплементарная медицина, психологическая терапия, снотворные препараты, воздержание от приема кофеина и от физической активности незадолго до сна. Нарушение дыхания во сне выражается в форме храпа, вызванного обструкцией носоглотки, зависящей от целого ряда причин. Несколько раз за ночь наступает непроходимость дыхательных путей, приводящая к остановке дыхания. Следует отметить, что она не опасна, от нее не умирают. Но неоднократные остановки дыхания во время сна приводят к тому, что человек встает утром усталым и невыспавшимся. Во сути, диагностика нарушений сна проводится, как правило, на дому. Пациент приходит к нам в клинику, мы выдаем ему аппарат, инструктируем. Он спит у себя дома с подключенным аппаратом в своей постели, в привычной обстановке, что повышает точность диагностики. Затем пациент возвращает аппарат, мы расшифровываем его показатели, врач разъясняет пациенту результаты обследования и при необходимости методику лечения. Существует аппарат СИПАП. Это дыхательная маска и прибор, нагнетающий воздух. Имеются также челюстные ортезы, изготовляемые стоматологом, которые также оказывают положительный эффект. Нарушения ритма сна выражаются в том, что время и длительность сна не соответствуют принятым нормам. Человек ложится или встает раньше обычного, или же засыпает лишь к утру и встает в полдень. Порой человек спит нерегулярно, урывками. Мы объясняем таким людям и их близким, что они не сони и не лентяи, что у них биологическое расстройство. Таких больных можно лечить с помощью мелатонина. Это гормон, который вырабатывается организмом, но у больных он выделяется позднее обычного, поэтому они принимают его в вечерние часы, за несколько часов до сна. Мы постепенно приучаем организм выделять мелатонин в более раннее время. По сути, мы настраиваем биологические часы. Клиника сна Асуты – крупнейшая в стране. Здесь проводят обследование детей ясельного и школьного возраста. Клиники сна Асуты имеются по всей стране – на севере и на юге. Они являются крупнейшими в стране по числу обследований и пациентов. Обычно на обследование направляет врач-терапевт или врачи-специалисты. Нарушения сна следует диагностировать и лечить точно так же, как и заболевания, дающие о себе знать в дневное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова